Начнем с того, что предлагаемый Минэкономики список системообразующих предприятий, который попал в соцсети и мессенджеры, вызвал неоднозначную реакцию и много вопросов в обществе, особенно среди бизнеса. Предприниматели ставят под сомнение справедливость выбора компаний, которые сегодня нуждаются в поддержке. Отраслевые ассоциации требуют полностью пересмотреть проект реестра, исключить из него автосалоны и компании по строительству элитного жилья. Назарбаева также полагает, что список нужно пересмотреть. Мы увидели проект системообразующих предприятий страны. Депутаты уже высказали свое мнение к принципам его формирования. Но возникает вопрос, а есть ли в этом списке хоть одно предприятие, которое производит медицинские маски или средства дезинфекции? А где в нем предприятия, которые по поручению президента должны производить отечественные тест-системы иммунобиологические препараты? Быть готовыми производить вакцину против коронавирусной инфекции? Далее Дарига Назарбаева остановилась на безопасности. Она предложила сохранить на несколько месяцев дежурство армейских подразделений. По ее словам, необходимо уже сейчас разрабатывать планы по стабилизации криминогенной ситуации в городах после отмены карантина и режима ЧП. Как сообщалось ранее, из-за карантина преступность в Казахстане снизилась, но увеличились семейные ссоры. Возможно, необходимо будет на несколько месяцев сохранить, а то и усилить дежурство армейских подразделений и подразделений национальной гвардии. Уверена, что горожане это воспримут с пониманием и одобрением. А еще нужны показательные суды над преступниками, задержанными за воровство и мародерства. Добавим, что Казахстан попал в топ-10 стран по числу полицейских на душу населения. Казахстан занимает шестое место в рейтинге. По данным информационного агентства Bloomberg, в Казахстане на 100 тысяч населения приходится 445 полицейских.